Далее в Евангелии от Матфея, 27 главе, 35 стихе мы читаем. «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. Досбудется сказанное через пророка. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. И сидя, стерегли его там, обнаженным на кресте в течение трех часов». Вы не можете себе представить, как по-настоящему Иисус выглядел на кресте. Ведь на Него всегда надевают набедренную повязку. Но набедренной повязки не было. Он был выставлен на гимн, на позор перед всеми, кто проходил мимо, насмехаясь над Ним. Обратимся к посланию евреям, чтобы подчеркнуть эту истину. Евреям, 12 глава. Во втором стихе говорится, «Иисус, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посоромление». Понимаете? «Он понес наше посоромление, но он пренебрег его». А что можно противопоставить по соромлению и стыду? Вы сами можете мне сказать, «На мой взгляд, наилучший антипод – это слава». В послании к евреям 2 главе 10 стихе об Иисусе сказано, «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Обратите внимание, «Приводящего многих сынов именно в славу». А что противопоставить в большой и небогатой семье? И у нее была эта проблема – дух отверженности. Она освободилась от него чудесным образом. Она поделилась со мной, как сказала себе, что ей придется всегда быть на чеку, потому что отверженность часто претендует на то, чтобы вернуться. Каждый ребенок рождается в этот мир с одним только страстным желанием – желанием любви. Так ведь? Если родители не любят своего ребенка, или, может быть, любят, но не знают, как выразить свою любовь, проявить ее, тогда непроявленная любовь не приносит ребенку никакой пользы. Это не какая-то психология. Ничего не выйдет, если любовь не проявляется по-настоящему внешне. Ребенок должен чувствовать любовь. Любовь должна быть выражена. И ребенок, который не чувствует любви, я бы добавил в особенности любви отца. Простите меня, дамы, любовь матери – это прекрасно, но любовь отца – это нечто особенное. Могу сказать вот что из своего опыта. У моей первой жены Лидии был такой твердый характер, которого я не встречал ни у кого больше. Она работала в Палестине среди мусульман и арабов, с которыми немногие отваживались иметь дело. Часто ей не хватало денег, часто ее критиковали даже миссионеры, но она прошла через все это. И размышляя над этим позже, я понял, что за фактор был в ее характере. Она была младшей из четырех сестер, любимицей у отца. И он всегда давал ей подтверждение. Похвала отца очень много значит в жизни ребенка. А если ребенку не дают признание, его могут обеспечивать. Я был полностью обеспечен, я ни в чем не нуждался, но в своей семье я не знал, что значит быть любимым. Меня, конечно, любили, но никто этого не показывал. Мы были представителями так называемого английского характера. Никогда не показывай свои эмоции, никогда не говори, что ты кого-то любишь, сохраняй твердость. Держись отстранен. Поведаю еще нечто личное. Мне тяжело об этом говорить, но я говорю это не ради себя, а ради вас. Когда Господь забрал Руфь, самое тяжелое, что случилось в моей жизни, я принял спасение. Я не буду рабом английского характера. Если мне хочется плакать, я буду плакать. Если кому-то это не нравится, является его проблема. Но я не собираюсь подавлять Богом данные эмоции, только из-за того, что в моей культуре принято по-другому. И когда я думаю об этом, когда я размышляю... Знаете, что я заметил? У меня была очень хорошая семья. Родители, прекрасные люди. Но этот английский характер плодил недоразвитые, деформированные личности. Они так и не научились выражать свои эмоции. А ведь то, чему не дают выхода вовне, загоняется внутрь. И я решил, пусть кому-то нравится или не нравится, но если я хочу плакать, я буду плакать. Я не хочу плакать, но если не могу сдержаться, то буду. Если хочу танцевать, буду танцевать. Правда, если я сейчас начну, я когда-то отлично танцевал, уж поверьте, многие собрания я вел в танце, но сейчас в моем возрасте ноги меня не слушаются. Так что я стою и пританцовываю, но не могу позволить себе пуститься в пляс. Ну да ладно. Еще одно место, где часто берет начало отверженность, это... школа. Меня в 9 лет послали в школу-пансион Вестгейт-Он-Си. В семейном архиве сохранилась моя фотография. Там я собран в школу, втиснутый в костюм тройку, на голове шляпа-котелок. Такова была культура, в которой я жил. Прибыв на место, я увидел несколько мальчиков моего возраста. Я помню, один из них не мог сдержаться и заплакал. Хочу к маме, я хочу к маме, но к маме его не отправили. Жизнь тяжелая штука, а в Британии так почти всегда тяжелая. Кому-то из вас это прекрасно известно. Мы заключили самих себя в тюрьму своей культуры. Понимаете, всякий родственник мужского пола, которого я только знал, служил в британской армии. получал образование в Итоне, а потом в Кембридже. Если уж кто-то был воплощением этого английского характера, то, конечно, это был я. Но я воспротивился. Я решил, я не подвергнусь этому рабству. Хочу танцевать, я буду танцевать. Хочу плакать, буду плакать. У меня есть очень хороший пример. Знаете, кто это? Иисус. Вы читали историю смерти Лазаря? Иисус опоздал на четыре дня. Когда он подошел к могиле, мы читаем самый короткий стих во всей Библии. Два слова. Иисус заплакал. Он плакал не по Лазарю, потому что он воскресит его. Он сочувствовал горю Марии и Марфы. А вы знаете, в горе важно, когда его с тобой разделяют. С тех пор, как Бог забрал Руфь домой, я был очень сильно благословлен. Не могу сосчитать, сколько людей поделились своей любовью со мной. Моя семья, это было нечто замечательное. Три моей дочери друг за другом приехали в Иерусалим поухаживать за мной. Сначала моя африканская дочь Джессика, потом моя арабская дочь, она была здесь сегодня, Кирстен, и, наконец, моя еврейская дочь, одна из семи еврейских сестер, Анна, которая была здесь сегодня. Она забрала меня к себе домой. Они с мужем отвели мне половину верхнего этажа в своем доме, отдали все это в мое распоряжение. Могу сказать, что я горжусь своей семьей. Но если подумать, как моя семья начиналась, но я очень рад, что так вышло. Еще одна распространенная причина отверженности — это разрушение семей, а сегодня это происходит повсюду. Женщина безраздельно отдает себя мужчине, и, как брат Эд Коул здесь говорил, неожиданно появляется пастор с документами на развод. Как это можно пережить? Вы отдаёте себя безусловным, делаете все возможное, вы так его любите, и вдруг вы ему больше не нужны. Чтобы не почувствовать отверженность в такой ситуации, нужно очень близко ходить с Господом. И еще один вид отверженности в завершении этого небольшого списка — это самоуничижение. это тоже ужасная проблема. Вы будете поражены, а может и не будете, узнав, как много людей отвергают себя. Думаю, в особенности женщины и девушки все время не тот размер. Длинноногая коротышка, худосочная толстушка, глаза не того цвета, волосы непрямые или курчавые, что угодно. Это уже причина, чтобы не принимать себя. Вы смотрите на окружающих и страдаете, что вы не такая, как они. А знаете, в чем ваша проблема? В неприятии себя. Дам вам рецепт. Он на кресте. В 23-й главе Евангелия от Луки с 13-го по 24-й стих тут Иисус стоит перед Пилатом. Пилат пытается найти повод его отпустить, но чем больше он пытается, тем больше свой же народ кричит «Распни Иисуса!» Давайте прочитаем. Пилат же созвав первосвященников и начальников и народ сказал им «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем, том, в чем вы обвиняете его». Ира также «Ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти, и так наказав его отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника, но весь народ, включая еврейских предводителей, стал кричать «Смерть ему!» «Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали «Распни! распни его!» Он в третий раз сказал им «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так наказав его отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и первосвященников. «Это его собственный народ, которому он пришел, Иисус, и они его отвергли, отказались от него, а предпочли разбойника и убийцу». Как, по-вашему, чувствовал себя Иисус? Подумайте, мы с вами в таких обстоятельствах наверняка чувствовали бы себя абсолютно отверженными и уязвленными, но и это еще не конец. Откроем Евангелие от Матфея, 27 главу, начиная с 45 стиха. Мы видим Иисуса уже на кресте. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа вызопил Иисус громким голосом. «Илли, Илли, лемаса вахвани», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили «Иллию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили «Постой, посмотрим, придет ли Иллия спасти его». Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. Он умер не от ран при распятии. Распинаемые могли иногда протянуть более 12 часов. Так что же привело его к смерти? Это одно слово «отверженность». «Ужасно быть отвергнутым своим народом, но вот он отвергнут своим отцом». На его крик отчаяние ответа не последовало, потому что Иисус стал одно с нашим грехом. И отец должен был поступить с ним, как поступил бы с грехом. Он заткнул уши и зажмурил глаза. «Иисус умер от разрыва сердца, а не от ран распятия». Что его убило? Одним словом «отверженность». Это самая ужасная рана, которую только может перенести человеческое сердце. Следующий стих поясняет, почему это произошло. Написано «И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Эта плотная завеса отделяла святое от святого святых. Только один человек мог зайти за нее, первосвященник, и только раз в году. Но когда Иисус умер на кресте, толстая завеса разодралась надвое сверху донизу. Другими словами, это было Божие деяние. Что это означало? То, что смертью Иисуса за нас, нам открыт путь в присутствии святого Бога. Иисус понес нашу отверженность. В послании к Ефесиным в первой главе об этом написано прекрасными словами. Такое краткое описание. Первая глава с 3-го по 6-й стих. Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас с Себе через Иисуса Христа. Нужно чувствовать себя виноватым. Вам больше не нужно бороться с отверженностью. Иисус все совершил. И когда вы пойдете домой, вы можете ощутить, как гора свалилась с плеч. Вы можете быть свободны. Просто повторите за мной эту молитву. Я ее не заучивал. Я просто молюсь, как чувствую водительство. Давайте скажем, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты знаешь мою проблему. Ты знаешь, с чем я борюсь. Может быть, это вина или стыд или отверженность. Я благодарю Тебя, Боже, что Твое Слово ясно открывает, что на кресте Иисус понес все это. Он понес вину. Он понес стыд. И, наконец, Он понес отверженность, чтобы это заработать. Вы не можете это заслужить.